Так. Не, ну это, конечно, вообще беспредел какой-то. Я сказал, блядь, убрать попугаев из офиса НКВД. Пророк Сенвай. Блядь, золотой серп сломался! Лопатой придется добивать. Да что ж такое? Устроились здесь? Коллеги, здравствуйте. Приветствую всех коллег с свитча, приветствую всех коллег с ютуба. Ну что? Майнкрафт, 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 Майнкрафт. Так, ко мне только Полину и главного инженера нас бери. Все остальные прошу не беспокоить. Так, Полина, обрисуй, что я должен сегодня... Во-первых, я хочу увидеть военную базу, но это же чуть попозже. Военную базу мы вам обязательно покажем, она вам очень понравится. А ядерное оружие было разработано? Конечно, естественно. Так, хорошо, вот единственный момент Давайте так скажу, мы выполнили все поручения Которые вы нам сказали Все, вообще все Вообще все, мы все сделали Так, ладно А что конкретно показать? Ну все показывает, что произошло Вот что с метро, вот есть че, которое метро достроено У нас не достроено? Нет, с метро у нас проблемы Его не достроили, к сожалению, не успели Очень жаль Ну а что есть посмотреть, говори Ну на самом деле много чего, но у нас вроде как план есть Ну смотрите, мы можем начать с военной части Давайте с военной базы, хорошо, военную базу Не-не-не, именно с военной части А, военная часть Да, все верно То есть там просто типа без баз Да, да-да Потом к военной базе перейдем Хорошо, давайте военную часть идемте Сделали все твердо и четко Но метро еще нету, блин, жалко, что метро нету Но я надеюсь достроят Рано или поздно Блин, ну метрополитен так метрополитен Октябрьский метрополитен Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ага, касса Номер два Предоставьте билет Ой, нихуя себе Ебать Так, стоп Это типа вестибюля Ёба-боба Выход 6 Блин, ну как же нет человека, который метро строил А, как я понимаю, это не одна станция так выглядит А много, да, разных? По-моему, только парочка из всех То есть я же говорил, она не достроена, к сожалению Так вот, человек Добрый день День добрый Да, здесь вот Эта станция буквально вчера была достроена Выделили вот нового человечка Арти, не знаю, присутствует он сейчас или нет Вот, выстроил как раз-таки станцию по концепту И добавил от себя вот как раз-таки верхний вестибюль Ага, да-да-да, красиво А есть еще станцию одну посмотреть, может быть? В целом по красной ветке В целом вроде все станции достроены Вот, честно говоря, не проверял сейчас станцию ДК Достроили ее до конца Но можно, в принципе, проехать Ну, слушай, показывай все станции, которые есть Да, окей Непонятно, когда мы дойдем в следующий раз до этих станций А разрешите спросить, товарищ, как вас? Полторашников Полторашников, да А что же вы бледный такой? Болею сейчас, к сожалению Вот из больницы, так сказать, прямиком сюда пришел Так, назначьте человеку, который метро строил Витамин Д какой-нибудь пропить А то человек вообще света не видит Все время под землей нападет Да, я вот сейчас как раз-таки в основном Вот, ребятам указания раздаю Вот как раз-таки пришел арт Он вчера занимался как раз-таки строительством Вот этого верхнего вестибюля Так, ну давай Вы, вот я еще что говорю Вы наняли двух няш? Пока еще не выделили Две, две, вы поняли Нужна рыженькая Очень сложно еще подобрать их, честно говоря Ну найдите рыженькую и вот с корешечкой Но они обязательно будут Хорошо, давайте все, едем Куда ехать? У меня дали вагонетку Так вот, можно, в принципе, направиться в этом направлении Доедем до станции Консомольска И там пересядем на красную ветку Я поеду впереди Так, ну давай, 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 давай Ускорение, ускорение Все, поехали Сегодня видны какие-то технические проблемы Мне почему-то показалось, что Очень медленно едут в вагонетке Может быть, да Так, вот это что за станция? Это станция Консомольская, коричневая ветка Вот, тут, конечно, платформа еще не до конца достроена Но вот указатели уже висят Чтобы люди плюс-минус понимали, куда они едут Давайте тогда перейдем на красную ветку И доедем до ДК Ага, а выход из метро где? Выход из метро вот Находится Сверху Либо выход еще есть в обратном направлении Прямо в здание главного штаба Ага, здесь переход на красную линию Да, здесь переход на красную ветку Но, как видите, переходы еще не до конца все доделали Пока маленькие Пока еще маленькие Вот, кстати, главный жильеон Насбери поднимал потолки В переходе на красную ветку Ой, да-да-да-да-да-да Так, вот, все Пришли сюда и доедем теперь до Дома культуры Это, соответственно, у нас в том направлении Вот как раз там есть электрозаводская, которая ведет до завода И сам Дом культуры Но, правда, с текущим положением Честно говоря, не знаю, возможно, добежать мы быстрее по этому туннелю успеем Потому что красные ускорители почему-то не работают Так, ну давайте попробуем добежать Давайте Да, хорошо К сожалению, станцию еще все-таки не довозвели Я вот как раз-таки остановился на том моменте Перед тем, как попасть в больницу Вот Поэтому, ну, вот, ребятам задание выдавал Надеюсь, все-таки еще успеют достроить Ну, я вижу, тут такое, как бы Ну, общую идею понимаю Да, да, но тот вот прям по максимуму постарался высокие потолки сделать Как можно больше Вот, и, соответственно, там вот есть еще направление в сторону как раз к электрозаводской Можем на ней, в принципе, и закончить Давайте, давайте, да Блин, а сделать текстуру поезда Вообще-то, насколько затратно в ванильном Майнкрафте? Стоит ли... Ну, он, наверное, очень криво будет ехать, да? Ой, ну тут прям такой грубый дизайн Да, она выполнена по оригинальным концептам определенной станции И, в принципе, все станции, которые тут есть, они как бы, ну, соответствуют действительности, так сказать Ага, и это вот куда ведет выход? Прямо прямиком к заводу Так, ну хорошо, в таком случае, наверное, выйдем мы прямиком к заводу Но вот единственное, да, было бы хорошо какую-нибудь карту сделать, общую метро, понимаешь? Да, ой, прошу прощения Ничего страшного, сам, иногда глажу котов, бывает такое Да На счет карты, да, уже общались Хотим как раз-таки нанести хотя бы пока что вот эту кольцевую коричневую ветку и красную Чтобы было проще ориентироваться всем остальным Ну и потом, по мере добавления новых веток, будут дорисовываться Вот Соответственно, да, самим концептом карты я там, соответственно, займусь Ну, либо там потом уже обсудим, соответственно, с девчонками Может быть, кто-то другой там это сделает Понял, понял Ну, ждем открытия нашего первого метрополитена Китай, разрешите доложить? Так, да Это Хелл Самурай, меня теперь назначили новым руководителем НКВД Понимаю Смотрите, значит, мы подготовили, так сказать, к сегодняшнему дню два бункера, которые находятся в Хрущевке Противоядерные, противоракетные, противопехотные, противоминные защищают на все 100% А также подготовили войсковую часть, которые готовы, готовы солдаты к вашему приезду Так, хорошо, ну давайте, наверное, войсковую часть сначала, бункеры потом осмотрим И также подготовили орудие по стрельбе Ну, подожди, подожди, это не при всех разговор, ты что делаешь? Так точно Нас могут подслушивать Отправляемся в войсковую часть сначала Да, Никита Юрьевич, за мной Так, а это что? А, это ПТУ, если не ошибаюсь, да, стоит? Блин, ну дворец Советов Вот я бы убрал только фонари бы вокруг дворца Советов, они лишние, мое мнение Гражданин, что с вами произошло? Я сейчас прыгну Что? Сейчас прыгну Не, не надо прыгать, подожди Ограбили меня Кто ограбил? Варите, держите его под руки На улице, бродяги Какие улицы, какие бродяги? У нас такого нету Подошли ко мне, сказали Деньги есть, я говорю, нет Сказали прыгнуть Я прыгнул, зазвенел Ну, сопроводите молодого человека в больницу Так, здравия желаю, министр обороны ВОДЯ Желаю, Никита Юрьевич Окно пройдемте В нашу воинскую часть Октябрьского округа Березовский Дверь, пожалуйста Так точно Как у вас все серьезно? А вы как думали, военная часть? Ой-ой-ой-ой-ой Пройдемте сюда, товарищ Славься, Отечество! Наше свободное Дружбы народов Единый оплот Знамя советское Знамя народное Пусть от победы К победе ведет Равнясь Смирно Здравия желаю, товарищ Товарищ генсек Так, здравия желаю, товарищи солдаты Значит, вольно всем Естественно Так точно Патриотизм у нас на высшем уровне Вот сегодня только траву докрасили Плюс ко всему Ой-ой-ой, какая красивая трава Это сами ребята все красили Пацаны Рядовые наши красились А зачем они красит? Нас вроде ядерная война на носу Не, ну, это я заглазил Не, ну, это я заглазил Чтобы, как бы, все-таки Трава была зеленая Тоже верно Так, ну что ж Янчик у нас получается Начальник нашей военной части Это Янчик Фрисаус Начальник военной роты И передаю вас в руки Янчика Он вам проведет экскурсию Так, вот Идет со мной Янчик Все остальные, пожалуйста, поодаль Вот, Янчик Вы рассказываете, докладываете Здравия желаю, товарищ генсек Здравия желаю Командир Командир И полковник Янчик Высокого звания Ну, Янчик, показывайте Впереди Вы видите наш штаб Там работают наши воины И так далее Сотрудники и так далее А, то есть это тыл, да? Так сказать Да, да, да Ой, ой, ой Так, вот что тут? Тут у нас приемная Вот станция радиосвязи Пойдемте посмотреть Станция радиосвязи, посмотрите Ага, это вот тут вот что будем слушать? Ну, тут будут включаться там разнообразные там гимн, всякие марши и так далее Не, стой, я думал станция радиосвязи для чего-то прям, ну, серьезно уже Да, 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 да Вы правильно думаете, ну, помимо еще всяких там, так сказать, радио всех этих моментов, когда-то переговоры и так далее, тут еще будет подключаться всякие эти звуковые моменты Вот здесь находится кабинет начальника склада Ничего такого примечательного, просто зайдите посмотреть Ну, здесь старший прапорщик будет сидеть какой-то, да, который, так сказать, заведует складом? Ну, да, наверное Пройдемте дальше Понял Вот тут у нас будет сидеть начальник по воспитательной работе Пройдемте Вот здесь будут сами воспитательные работы, там камень-ножницы-бумага и так далее, ну, я понимаю Ха-ха, так, а только камень-ножницы-бумага или еще другой вид воспитательных работ? Я думаю, придумаем еще что-нибудь Ну, ладно, ну, то есть все в стиле камень-ножницы-бумага, да? Ну, да, воспитывать будем Понял, понял, понял Так, вот мой кабинет, пройдемте сначала в него Это ваш кабинет? Мой Ну, слушайте, скромненько довольно-таки, скромненько А я думал, вы по-другому скажете Нет, 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 я вот тоже сначала смотрю, думаю, но Все как бы вот по ГОСТу стоит, никаких там плакатов, телевизоров, радио Понятное дело Все по ГОСТу и все правильно Все как надо Прослушку проверили, не прослушивают вас? Да мы только отстроили, какая прослушка, вы что? Понял Пройдемте в кабинет командира комендатуры по городу Октябрьску Ну, тут пока его нет, к сожалению, но появится Да, вот так сказать, командир комендатуры по городу Октябрьска гораздо скромнее у вас расположился Как будто тут тоже в камин-ножницы-бумага можно играть Ну, поиграем Так, а что здесь происходит конкретно? Можете объяснить? Чем занимается командир комендатуры по городу Октябрьск? Ну, как вам сказать Ну, просто командир комендатуры там будет командовать всякими комендантами и так далее Понятно все Вы смотрите, на коррупцию вас проверим Если будете не в выдуманной должности, пошлем вам специального человека Да вы что, я сам от нее пострадал Не за что, пройдемте дальше Можем выйти отсюда Как раз покажу вам наши новые разработки КАМАЗы, так сказать Ой-ёй, 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 ой-ёй Так, вот, товарищ генсек Так-так-так Вот КАМАЗы, которые вот, недавно вот, у нас изобрели Вездеходы, да? Кстати, насколько... Да-да-да, насколько я помню, кстати Комендатуры отлавливают у колонистов А, во, слушайте, вспомнили, да Что за должность ли такая расположилась в этом здании? Вот не спал всю ночь, вот, помогал в строительстве, поэтому вот Что-то вот подзабываем Пройдемте дальше Ой, столовая Так, вот, видите, это наше. Наша столовая Здесь вот большие столы для рядовых Маленький для офицерского Состава И для рядового А что, какое меню расскажите А вот мы еще этим не занялись Вот только вот отстроили, я же говорю Скоро вот будет Придете попробовать Хорошо, мне нравится, вы знаете Такой достаточно, держат в тонусе Ну естественно, не хотите бычевого молочка? Бычевого молока С удовольствием Ну вот хлебните За ваше здоровье За ваше здоровье, товарищи Максим, куда на работе? Так, только что-то не пьется бычье молочко Рыбкой закусить Так, вы идите дальше Вот здесь у нас находится лазарет Санчасть Здесь у нас должны храниться больные Но, как вы понимаете, конечно же, у нас их нет Ну потому что советская медицина Самая лучшая медицина в мире Ну а я прошу Так, а где медсестричка сидит? Ну должна здесь, в принципе Вон Так, дальше у нас, наверное, самое интересное Казарма? Казарма Теперь все пьют бычьему Вольно Вольно Нихуя Серьезно все Пройдемте Вот здесь у нас будут располагаться Сами солдаты Отдыхать, спать и так далее Так, ну нужно вот побольше Мне кажется, немножко плакатов добавить Так сказать, патриотических Чтобы дух укрепить Добавим, обязательно Дальше пойдем Да-да-да-да-да Так, здесь у нас канцелярия Сами посмотрите Интересно здесь, да? Так, а вот это что такое? Ну лучше никуда не нажимать Единственное, что я вам скажу Точно? Может, все-таки бахнем? Ладно, попробуйте Ты же с ума сошел? Ты ядерный апокалипсис хочешь устроить? Что это за ответ такой? Ну ты думай головой-то, а? Сучу Все, ну-ка Вообще из этой комнаты Убрать вот это Это опасное еще Ну вообще доступное С ума сошел? Да, давайте Бля, нихуя себе Дальше веди Это комната бытового Так сказать Обеспечения Тут у нас солдаты будут Шить там одежду Если что-то порвали Ну если бездельно А, ну это правильно Так сказать Подшивать Воротничок Подворотничку Да А если не умеют Научу Вот, это наши коптерка Отлично Что здесь происходит? Прошу прощения, товарищ генсек Ошибся Продовольственность инспектирую Может, бычево молочка? Так Нет, слушайте Какое-то странное происхождение У этого бычево молочка Я откажусь Нет, нет, все хорошо Вы попробуйте Я попробую Может, нормально Дальше вам Хлебните Все-таки грыжку Ответрите Я тут все проинвестировал Все просмотрел Все хорошо Лучшего качества Не буду я грыжу есть Так, это не НПО Что это случайно? У меня тоже подозрение Нет, конечно Товарищ Ворд Товарищ генсек Нет, конечно Так, все Дальше идем Его наряды Вне очереди Так Здесь у нас кабинет Командир рот Пройдемте Здравия желаю Товарищ Соус Желаю, товарищ генсек Здравия желаю Это наш старший лейтенант И командир рот Товарищ генсек Да, да, да Товарищ генсек Разрешите обратиться Разрешаю Командир роты Старший лейтенант Фрисоус До того, как я поступил На службу Сюда Я был редактором Газеты Правда И успел Дописать Выпуск Вот свежий Разрешите вам передать Давайте, давайте Также хочу сказать Товарищ генсек Кто изъявил желание Вступить в ИД армии Все провели Работу с населением Все, то есть Все население Боеготовно Не все На данный момент Все Добровольцы Уже подготовлены Также НКВД Пополнило Сотрудников Ну, это хорошо То есть Нету сейчас Никаких Получается Кадрового голода У нас нигде Правильно? То есть НКВД полностью заполнено И также Военные Так сказать Части тоже Полностью Само собой Так точно Все силовые структуры Укреплены И готовы К действиям Активным Так, хорошо Водя Получается Ты еще хотела Мне кое-что Показать Да Мы скоро К этому перейдем Никит Юрьевич Понял о чем вы Все готово Так, ну я думаю Нам туда нужно Отправиться В первую очередь Я сейчас прыгну Так, что случилось Гражданин Я же сказал Чтобы вас проводили Я, значит Чушпана Зашмонал И совесть меня губит Я сейчас прыгну Не могу Так, обидимся Я могу ему помочь Какого чушпана Что значит Зашмонал Его из-за меня В дурку повезли Я не могу Не могу Так Ой, не могу Гражданин Взять под руки И отвезти Из-за Так, пройдемте дальше Это не дела Государственной важности Снести Идемте Бля, ну это вообще Типа Не вписывается В СССР Это сранота Какая-то Которую сейчас Стали везде делать Вот такие вещи Вот такие вещи Вот это хорошо Было сделано Вот ту деревню Где вот это Я люблю Октябрьск Этого убрать И пусть деревню Какую-нибудь Назовите деревню Не знаю Вот Стелла Октябрьск Есть еще Чтобы Есенинская Назовите ту деревню Есенинская Вот это Стелла Хорошая Вот в таком же стиле В честь погибшего Редактора Есенинского Ту деревню Назовите Есенинская Хорошо Ну хорошо Пройдемте База Как я понимаю Находится Очень далеко Да Ну конечно Она же около границы Так объясните Эта база Это что такое Это ядерка Или не ядерка Еще Это военная база На которой Находится Как раз таки Оружие Разнообразное Самое Ну ядерка Там есть Ядерка 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 Ну Как таковой Пока что Нету Мы все таки Прячем ядерку Слишком хорошо А нет В воде Есть ядерка Или нет Она есть Она есть Она есть Просто Не на базе Конкретно Понял Понял Это вот прям Мы сейчас На границе США Да Нет Нет Это мы сейчас На военной базе Которая Находится На нашей стороне Ой 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 Зданий пока Мало Но техника Имеется Понимаю 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 Вот можете подойти Посмотреть Там есть На табличке В принципе Даже название Чтобы можно было Понимать Ну название Не пишется Но это не плюшевые Танки Правильно Нет Нет НПО Нет Мы у них Разработки Не брали Понял Это все таки Танки Из нормальной стали Катаной Так Это получается ПВО Да 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 ПВО И что Стреляет ПВО К сожалению Не стреляет Пока что Потому что Все таки Снаряды Стоят дорого И они мощные И как бы Их просто так тратить Не хочется Прошу прощения Это не Это гаубица Атилерийское орудие Вот 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 человек 54 калибра Да Рассказывай ты Про каждую Это гаубица 265 54 калибра 48 нарезов В стволе Специальная дальность 25 км Закрытой на лодке И мы на лодке Ну Куда видишь Туда их падет Ага Ага Так Веди дальше Так Это Была Бета-версия Этой гаубицы Увеличил Взял больше Гаубицы Постойил Это правильно Главное Чтоб больше Было Первый Построенный КамАЗ А Это то Что На военной части Да Я мог Да Это Большая версия Причем Чем На военной Базе На военной Часть Ага Он Больше Так Это у нас Огневая установка Солнце Пек Это Та самые Которые Все мечтали То есть Она прям Выпускает Очень много Да Снарядов Сразу Да Ну По идее Ебать Т55 Это Т55 Танк Т55 Старый советский танк Просто построили Ну Новый Это танк Т72 Совсем Свеженький По сути Начал Забертаться В 70-ом году То есть У нас сейчас 78 Всего 6 лет Довольно свежий Мощный Ну да Это свежачок Прямо Это мощно Так Пойдемте дальше Там Он ждет Куда Более Стильные вещи Ой-ой-ой Ой-ой-ой Блин Надо сделать Какой-нибудь Я не знаю День открытых дверей Тунгуска Ездит Стреляет с пулемета Убивает Пехоту Наповал Страшное оружие Очень Вертолет Ми-24 Летает Стреляет Уничтожает Очень не скажешь Так Я понимаю А тут у него только пулеметы Или пулеметы И ракетницы Пока только пулеметы На ракетнице Тоже можно поделать Понял И самое опасное Что у нас есть Это Тополь-М Вот это Что сверху Это огромная ракета Так я понял И вот против чего Она для чего Куда пальцем тыкните На карте этого места Не будет Позволь мне сказать Так да 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 Насбери Это межконтинентальная Ракетная тополь Ракетный комплекс Тополь-М Вот видите Нами расположена ракета Это Эта ракета может быть Начинена всем чем угодно Хоть термоядерная Взрывчатка Хоть обычная Может быть направлена Любую точку Америки В принципе Одной такой хватит Чтобы Ну Одну четверть Разбомбить Уж точно Так Дальше вы показываете Потому что я показал То что я сделал Дальше Максим Отличная работа Без проблем Вот таких тополей Побольше бы наделали Вы только Вот если возможно Это сделать Возможно сделаем Вот еще несколько штучек Я думаю пригодится нам Еще три четверти Да 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 На три четверти На три четверти еще Так Пройдемся в ангар Потому что Там то здание Не особо интересно Там все таки Не доделаны Слегка Но там планируется Пункт по запуску ракет Которая с земли Тут у нас расположены Самолеты Пока что трех видов Но планируется еще Вот этот самолет Серый Это Грубо говоря Бомбардировщик То есть На него можно Подвесить Все что угодно Там Несколько ядерных Конкретно ракет Не бомб А именно ракет Пулемет Снаряды Вообще Любого калибра Грубо говоря То есть Такая Ну Самое Инновационное Да Слово Да На наш На наш год Да Это самореволюционное Понял Безусловно Вот здесь Мы можем наблюдать Два истребителя То есть Если на нас Уже будут заходить Да Так сказать То вот эти Две Такая вот Темная И светлая Птичка Все таки Нас смогут защитить От Вражеских самолетов То есть Это именно Противовоздушная техника Ага Но так же Имеется К ним ракета Вот Пройдемте Посмотрим Вот К нам Как раз таки Прибыли Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Закупили Но это уже По наземной технике По наземным Так сказать Целям Ага Воздух-Земля Да Ракеты Да-да-да То есть Они запускаются С воздуху И По наземным Так Главный Инженер Нас Бери Вот это Что такое Ну слушайте То что этот знак Тут стоит Это даже Хорошо Мы знаем Что они тут Были Тоже верно Это безусловно Надо убрать Но мы хотя бы Знаем Что они за нами Следят Ну Вообще По-хорошему Не видел бы этого Никто Ну так Это все Понимаете Это Пусть видят У нас же есть Все-таки Другое оружие Которое они еще Не видели Которое более Грозное Так сказать Понимаю Здесь находится Звездно-посадочная полоса Тут я думаю Ничего особо Интересного нету Ага Техника Та же самая Да 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 Несколько Эземпляров Грозные вещи Грозно Грозно Выглядит Максимально Ну а как иначе Так И предлагаю Пройти сразу На Лодочку Маленькую Так сказать Маленький плот Да Маленький плот Так А что это за Гигантский вертолет Такой А Это Брозовой вертолет Ми-29 Ага Ничего интересного То есть Это для Высадки Пехоты И Мелкой техники Бля И чё Вот это Всё за два дня Не отстроили А что за ящики Вот эти красные Что вы говорите Красные ящики Что за красные ящики В них Боеприпасы И так далее Понял Ой Блядь А это Чё такое Ёбаный В рот Атомный Крейсер Кузьма Великий Атомный Крейсер Кузьма Великий Собственной Персоной Так Ну вот Это оружие Конечно Вообще Смертоносное Наверное Да Да Но он Имеет Полную Защиту От воздуха То есть На нём Установлено Довольно таки Много Зенитных Противовоздушных Орудий Ну вообще Он не готов Я вам так скажу То есть Внутри Пока что Пусто Пусто Да Так Ну всё равно Как бы Масштаб Получается Он С него Что происходит Вообще В целом Он для чего нужен Для запуска Ракет А он На 10 Блогов Выше Чем У США Конечно Конечно Выше А ну это Самое главное Я вам даже Больше скажу По-моему Даже на 11 Ой-ой-ой-ой-ой Мы можем В принципе Пройти К носу Корабля Но Надо Немного Тут Потрудиться Ну давайте Давайте Слушайте А Вот такая же Ну штука Реально Существует Да Вот Гигантская Я имею ввиду Настолько Вы сами понимаете Он недостроен Всё-таки Всё-таки Пятилетку За Пять дней Выполняем Ну я понимаю Ну блин Того требует Обстоятельства И Подожди А какой Вот Экипаж У него Примерный Сколько Людей Должно быть Ну это Конечно Вопрос Такой Серьёзный В принципе Им можно управлять Даже Одним человеком То есть Компьютеры Техника СССР Позволяет Ну я бы Не стал Один человек Чтобы таким Управлял Ну я имею ввиду Чисто для навигации То есть А уже Орудие И так далее Уже Другой человек Как вы можете Догадаться Он работает На Атомном Двигателе Который Как вот Знаете На Ядерных Электростанциях Понимаю На ядерном топливе Да Получается Да Да То есть Внутри стоит Реактор А кстати Вот тут Как раз Запуск Ракет Будет Вестись Отсюда То есть Они пока Опломбированы Но Если нужно будет Их можно В любой момент Открыть эти люки И уже из них Будут вылетать ракеты Грозное оружие Грозное А Назберя А есть подводные лодки Или пока нет Подводных лодок Пока нет Пиздец Слушайте Я честно сказать Хотел бы сходить На экскурсию На такой корабль Есть что-то У нас подобное Это флаг Да Тут висит Это очевидно А это получается Уже граница Да США Где-то рядом Да Да Вот Можно отсюда Увидеть А вот это И есть граница Да Да И у нас В отличие от американцев Все-таки корабль Стоит носом Границы А не Кормой Если можно Так выразиться Ага А американцы Видели его Как они отреагировали Ну не знаю Шпионы Скорее всего Видели Но я слышал Там на границе Они четко Пошатся Видимо поняли То что надо Что-то делать Все-таки Бля Ну вот это Конечно Тема А кто строил Я строил Так хорошо Что у нас Следующее по плану На границу По-моему Но сейчас Надо уточнить Полины Но по военной базе Пока что все Просто она Не достроена Пока что Понимаю Понимаю Но слушай То что есть Оно уже Так сказать Это Говорит о многом Это да Вот Водя Говорит Что она Ядерку хочет Показать Вот да Надо бы Конечно Не ну Насбери Это конечно К награде Нужно вас Представить Государственный Не Слишком Много Части Я все Таки Тружусь На благо Советскому Народу Сам Понимаете Так Полина Я Попрошу Немедленно В новый Выпуск Про Это что Такое Что это Такое Кто-то Рекламу Расклеил Какая Реклама Вы Вы С ума Сошли Так Вот Чтобы на таких Вообще Я не видел Никогда Больше Этого Устроили Блин Цирк Так Полина К Я К Воде Ну К Воде Туда Куда Она Знает Затем Зачем Она Знает Никита Юрьевич А может Я тоже Поприсутствую Ну Конечно Такие Вещи Получается Мы Не так Далеко Находимся От Границы США Да Сейчас Конечно Нет Никому Очень близко От Спортивного Стадиона Здравствуйте Никита Юрьевич Так Водя Здравствуй Здравствуй Чтоб Вы знали Эту комнату Влад Вам Влад Чтобы Найти Так же Сожжено Как Янтарную Комнату Ну К счастью Удалось Ну Вы справились Да Проходите Итак Технология Тут Так Нужно Будет Одновременно Нажать На все Три Рычага Нижних В Пол Предоставляет Честь Вам Насбери Полин Никитыч Так Подожди А Мы Нажмем Уже Все Готово То есть сейчас пройдет Это демонстрационная модель И чтобы вы понимали, как мне передали Она в 50 раз по силе уменьшена Чем та, что будет по итогу Так, Полина Никитична Пройдите, пожалуйста, вот сюда Так, ну давайте я на середине Слева Полина, справа Назбери Так, раз Два Три Пророк Сенвай Ебать Так Так, ну Я думаю, вы понимаете, что это демонстрационная модель И буквально в 50 раз уменьшена, так сказать Эта технология Когда она была применена В первый раз без этого, то Баба-бот К сожалению Не справился с этим ментально И не верит, что случилось Ну да, да, да Понимаю, понимаю Так что вот Так, хорошо А есть Примеры Готовых ядерок А я предлагаю Пойти посмотреть кратер Который там остался А, кратер остался после этого Пойдемте посмотрим А есть та штука Которая в 50 раз-то сильнее Не разрешили Так, ну А можно сделать по-быстренькому Который в 50 раз сильнее? На сборе получится? Ну Это надо будет уточнить Ну Возможно нет То есть ничего не могу обещать То есть в последний раз, когда мы делали Именно прототип настоящей ядерки с Баба-ботом То Было очень много проблем Не, но сейчас под мою ответственность Вот вам часа времени хватит? Получится на сборе? Думаю, да Если час времени То да И вот нужны именно Сами, как бы так сказать Ракетки Понимаете? Сами ракетки Ну так они же уходят вглубь Не, ну я имею ввиду Наружные какие-то Снаружи сделайте Ну несколько Несколько, да И вот еще, Полина Сделайте, пожалуйста, систему Костяная рука Это вот Классбери Води Да, вот смотрите Никита Юрьевич Кстати, хотел бы А может все-таки Оно и не нужно Которое действует Прямо настолько масштабно Ну, нет, смотри Нужно и хотя бы Чтобы это оружие было Но мы не будем его запускать Вот я про это и хочу сказать Сделайте его Но по какому принципу? Это слишком спиртоносное оружие Естественно, как бы если Ну, и тесты мы тоже Сегодня проводить не будем его Не будем Но заложите В это оружие Вот какую функцию Вот то, что я вам сейчас скажу Это должно остаться Только в этой комнате Что если На нашу территорию Упадет хоть одна бомба Хоть одна Все Ракеты Со всех тополей С этих Так сказать Подземных Вот все сразу запускается Во все стороны Можно тогда сделать Все-таки макет Потому что Нет, нет, нет Никаких макетов Вот прямо Вот все Сразу готово Хоть одна Хоть одна И все сразу запускается Во все стороны Без компромиссов Если вам интересно Никит Юрьевич Имеются также Так сказать Хроники Видеозапись О запуске первой Полномасштабной ракеты Которая не была урезана Так сказать Все знакомятся после Но это после уже Угу Вот и все Так, все Ну идемте дальше Тогда Пошлите Никита Сервер не выдержит Нельзя допустить Военного столкновения А с кем Олимпиада Тогда будет Спортсменов США Так ты И нас-то тоже Не будет тогда Так Один человек Показывает Хелл Самурай Ты показываешь Давай Так точно Пройдемте за мной А значит Так сказать После угрозы Со стороны США Мы решили подготовиться И в первую очередь Подготовить Все наше население А в двух хрущевках Были построены Два бункера Которые соответствуют Всем гостам Соответственно Вентиляция Провизия Досуг И место отдыха То есть Так сказать Никаких Психологических И иных проблем В этих бункерах Не будет Ну помимо ядерной войны Которая на улице Да будет Во всем остальном Комфортно будет Людям находиться Так точно Во всем остальном Ой Так Проходите Проходите И прыгайте вниз Ебать Смотрите Значит Здесь Изоляционная дверь Находится Два лифта Вверх и вниз Проходите Значит Здесь у нас Вот Бункер по ГОСТу Соответственно Спальные места У каждого жителя Имеется Своя зона Для хранения Личных вещей Кухня Со всем необходимым Ну Кухня Прямо Скромненькая Так точно Но все запасы Присутствуют И Уборная Также С рабочим душем Который Автономный Как грустно Ммм Насвежает Так точно И еще Товарищ Никита Юрьевич Подготовил Также Несколько Систем По Ну По икуриванию Так их назовем Так Ну я понимаю О чем вы говорите Понимаете Не понимаю Системы Дальнего И мощного Поражения Огневые Так Вы подготовили Оружие Еще Какое-то Так точно А почему Не сказали Когда я Осмотр боевой Части Делал Я вам Сказал Вы просто Видимо Не запомнили Это оно Никак нет Это туалет Ой Да Я Что-то Так Я знаю Что это Туалет В смысле Так Где эти Ну Вот о чем Ты говоришь Дальнего Находится За городом Готов Вам показать Так Лучше сначала С бункером Закончи Ну Получается По бункеру Все Что скажете Не Ну Выглядит Хорошо Но Как-то Да не Но с другой Стороны Это понятно Вот Единственное Переживаю Что А если Затопят Сверху Бункер А что Что с ним Будет Смотрите Вон там Вот Находятся Вентиляции По всему Помещению По всему Поведен Генератор Со светом И водой Соответственно Никак Проблем не будет Провизия Здесь Лежит На 10 лет А вот Весь Бункер То есть Никаких проблем Быть не должно Вентиляция В дальнем углу Вон там Решетка Вот Единственное Да Я бы Знаете Что бы Сделал Может быть Как-то Я не знаю Какую-нибудь Все-таки Детскую комнату Что-ли Чтоб весело Детишкам Было А то Что тут Совсем Как бы Вот место Спальные мешки Туалеты Да это Хотя Вот тут В принципе Да Но тут У нас Смеется Радио Для сообщения Всех новостей Книжки Вот единственный Момент Сделайте Вы В городе Система Оповещения На домах Повесьте Так точно Это что такое Товарищ Никитирович Пройдемте За мной Это у нас Получаются Боевые Прототипы Все Они Уже Встроены В некоторое Вооружение И готовы К использованию Значит Вот это Это у нас Первый Механизм По работе Гаубиц Уже Несколько Гаубиц Стоит В направлении США И смотрят Прямо Им В бок Авианосца Так А можно Продать Демонстрацию Так Точно Сейчас Секундочку Ебать Ебаный Ебаный В рот Так Ну такое Чувство Такое Чувство Что можно И самому Тут Просто Волосице Если рядом Стоять Никак Нет Ну как Видите По Специальному Оборудованию Которое Будет Вырабатываться Каждому Наводчику И артиллеристу Никаких проблем Не будет Дальность Стрельбы Как сказать 150 метров То есть 150 блоков Ага А вот это А вот эта Система Которая будет Встраиваться В так называемый Солнцепек И Ее Огневая мощь Как вам сказать Она Очень сильна Так Просьба Всех Отойти Зоны поражения Ебать Так Ебаный 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 товарищ никитович круто ну а давай еще разочек еще раз еще раз и сейчас товарищ холсомая я вас уважаю теперь еще больше А как я понимаю, вот там вот последствия, да? Если дальше мы пройдем, мы увидим последствия вот этого всего. Так, Никита Юрьевич, я чуть подоглох от выстрелов. Что скажете? Понимаю. Говорю, если чуть дальше пойти, мы увидим последствия вот этого или нет? Как вы видите, если присмотреться, вот до сих пор полетают снаряды. Как видите, то есть при правильном выбирании территории будет полностью уничтожена территория в районе так же 100 блоков. Так, ну вот это оружие мне очень понравилось. И смотрите, я вам покажу еще кое-что. Если вы думаете, что это все, это еще не все. Так, третье есть. Так, точно. Ну, так сказать, это оружие, но для точечного уничтожения противника, то есть оно может встраиваться в различные самолеты, также может встраиваться в боевые вертолеты. Так, вы лучше смотрите снизу, так будет более... Ну, я конструкцию хочу увидеть. Так, точно. Ой-ой-ой. Ну, как видите, конструкция здесь находится, потому что оно должно стоять сверху, и то есть находиться, так сказать, в боевом вертолете. А, ну, кстати, отсюда вид хороший. Так, сейчас приступим к демонстрации. Так, вы только... Ну, ладно, ставите так. Ой-ой-ой. Ну, вот это оружие! Вот это, ну, оружие! Слушайте, а что, вот четыре вниз вылетает, а один вперед? Эм, так сказать, из-за некоторых проблем с нашей гравитацией, иногда бывает, что снаряд может застрять неразорвавшимся. И в этот момент... Да-да-да, слушаю, слушаю. И в этот момент, когда снаряд мог застрять неразорвавшимся, может погибнуть весь экипаж. Поэтому тут требуется большая внимательность в использовании. Метро разб... Вот, смотрите, пойдемте вот сюда. Пишут, метро разбомбили, а кто метро разбомбил? Нет, метро не бомбили, никак нет. Полина, метро разбомбили или нет? Не-не, все в порядке. Никита Юрьевич, вот, смотрите, мощность поражения. Ой-ё-ё-ё. Ага, ну да, это действительно, это на вертолеты надо цеплять. И еще, так сказать, будут выделяться средства, мы построим настоящее ПВО против дронов. Ну, дронов пока что такой технологии не изобрели. Мы уже изобрели, мы, так сказать, немного перестроили конструкцию баболета и сделали его в виде компактного дрона, который может перемещаться в боевых вертолетах. А это про демонстрацию есть или нет пока? Нет, демонстрация еще не готова. Так, ну понял, ну вот, вот особенно вот этот солнцепек, вот, оснастите в ближайшее время как можно больше машин этим. А, ну, как видите, здесь специально предоставлено разное оружие по разной боевой ручке, по разной дистанции. То есть это для точечной бургардировки в достаточно близкое расстояние. Солнцепек для массового поражения по большой области и гаубичный огонь на дальнюю дистанцию. То есть также дистанция каждого из этого орудия, она может выбираться. То есть если поменять одну деталь буквально, практически как в автомате Калашникова, будет различная дистанция стыльбур. Так, супер. Ну, Хелл Самурай, это, Полина, газету «Правду», чтобы про подвиг к Назбери по строительству военной техники и разработке Хелл Самурая. Это все в газету «Правду», пишите. Спасибо, Никита Юрьевич, но также я попрошу отметить деятельность всех сотрудников НКВД, которые строили военную часть, которые строили бункеры для гражданских. И также вскоре будет построен специальный бункер для правительства. И, да, вот и не забудьте, обязательно систему оповещения поставить. Так точно. Ну, после такого нужно немножко отдохнуть, я считаю. Да, потому что, конечно, нервишки шалят. Наши сейчас ждут в ДК. В ДК, окей, хорошо, идемте в ДК. Блин, ну Хелл Самурая молодец. Министром обороны его по-хорошему надо. Так. Что, проходим, не проходим? Так, здравствуйте. О, здравствуйте, здравствуйте, Дис. Проходим за мной в нашу новую студию. А ДК, как я понимаю, цветет и пахнет, да? Ну, конечно. Почему бы и нет. Так, проходим через туалеты. Ой-ёй. Так, правильно. Так, все готовы? Вы можете присаживаться на боковой диванчик, какой вам больше нравится. Жестокий мужчина зол не потому, что он несчастен. Он несчастен, потому что жесток. И именно с таким человеком судьба свела бедную, безобидную поэтессу, писательницу Советского Союза Хечу. Она всеми силами пыталась сбежать от жестокой судьбы. Но та оказалась быстрее. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, присаживайся. Рассказывай. Как ты до такого докатилась? Что произошло? Ой, ну знаете, я же вообще не хотела, чтобы эта вся история, она вышла в свет. Мне очень стыдно перед всеми. Я надеюсь, что эта программа поможет мне рассказать истину и обелить мою репутацию, наверное. Ну, как бы, что случилось-то? Что случилось? Ну, позвали на программу, надо рассказывать, наверное. В общем, ну, я же вышла за гороха, за моего суженного. Выиграла, так сказать, эту программу. Давай поженимся. Я очень переживала тогда и сейчас я очень счастлива. Разрешите задать вопрос, почему вообще в Советском Союзе женщине для того, чтобы найти какое-то свое личное счастье, приходится идти на какие-то передачи? Мне просто интересно очень узнать. Понимаете, дело-то не в этом. Просто горох-то на тот момент был послом, а я же не могу просто так прийти и сказать, что он мне нравится. Поэтому, когда появилась такая возможность, когда он захотел выбрать себе жену, я очень захотела поучаствовать. А до этого с мужем, с прошлым, как было? Ну, понимаете, я... Ну, мы познакомились в школе, там, в старших классах. Ну, он начал за мной ухаживать. Ну, был такой приличный. Ну, немножечко дерзкий, но я как... Ну, это же первая любовь, понимаете? Светочки дарил, подарки приносил. Ну, скажем так, свежая красная роза в итоге завела, правильно? Ну, можно и так сказать. Мы закончили учебу, он получил образование и пошел работать. А я... А мне запретил. Ебать, это что такое было? Так, граждане, всем быть спокойными, соблюдать... Это был щелчок? Да, это щелчок. Это был щелчок, да. Это не взрыв, это щелчок. Это хлопок. Хлопок. Сколько лет прошло? Это динамиты подорвали. Бля, опять ДК? Да что они так? Каждый раз происходят. Товарищ Никитович, я боюсь, что это атака от США. О, пожалуйста, глава НКВД не наводите панику. Это тот самый динамит, который распускал холл-самурай. Как я понимаю. В смысле тот самый? Как мне передают. Нет, такого не может быть. Тови штанели. Дайте мне штанели, пожалуйста. Все, все по местам. Чей назаритовый меч у меня? Мой, 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 мой. У меня тоже был. Обычный, незачаренный меч. Обычный, вот, обычный мой. Вот у меня был незачаренный меч обычный. Но я уступлю, я уступлю. Вы понимаете, у меня осла убила Августина моего. У меня всех так же убила. И мою лягушку убил. Господа из СССР, какой альтернативно одаренный угадался ядерку взорвать и убить вообще все? Холл-самурай, я не понял. Это тот динамит, который мы пускали, что ли? Никак нет. Он в другую сторону летел. Это имеется в виду... А вот можете посмотреть сообщение, так сказать, от Константина. Тот пускался в другую сторону, и он от города в нескольких десятках миль. Это он не может быть. А что это за оружие? Я говорю, что тот разорвался. Я боюсь, что это... Так называемый скуфовит. Что, 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 что? Скуфовит. Это что такое скуфовит? Так, сейчас, чтобы нас никто не слышал. Это так называемое, может быть, ну, я бы сказал бы, это биологическое оружие, которое очень опасно. Вот, как бы, оно, ну, некоторое время оно полностью бездействует и абсолютно никак не вредно для здоровья гражданина. А в один момент, как бы, вот происходит то, что мы могли с вами видеть. Буквально вот прям в щелчок пальцев. Это разработка американских ученых, которая, ну, так сказать, из-за их глупости, покинула пределы лаборатории, и вот у нас уже наблюдается, так сказать, второй такой случай. Это НПО, что ли? Я точно не могу сказать, кто это, но это были американские ученые. Так, ладно, я понял. Скорее всего, это НПО, переехавшие. Я понял. Еще также у вас находится заявление, которое я вам хотел показать. Это от гражданских, которые, так сказать, готовы служить и защищать отечество. Это я потом, у нас сейчас другое. Как я защищаться? Да, я ошибаюсь. Грати бога. Грати бога. Нет, арбалет мой где? Давайте, садитесь по местам. Кто собак привел? Это мои, у меня же убили собак всех, они резнулись. Извините. А. Давайте еще минуточку. Никита Юрьевич. Зарезать собак прямо сейчас. Никита Юрьевич. Нет, нет. Но вы берегата, видите? Ты гражданин Америки приглашен просто потому, что все граждане Америки приглашены. Так собаки-то... Ну а ты как хотел, все по чесноку. Нет, не по чесноку, просто кто-то обиделся. Бимка. Собаки не виноваты. Ладно, собак в военную часть отведите и закончите балаган. Да они со мной утопшнутся. У меня много рублей, я их в сундук положу. Так, давайте, пожалуйста, продолжим, на чем мы остановились. Хеча, так что у тебя с твоим бывшим мужем? Он тебя бил? Ну, знаете, сначала не бил, сначала все хорошо было. То есть, ну, сказал женщину, плиты должны стоять, ну, я как бы готовить-то умею, я и встала. Ходил на работу, пропадал. Поженились, поженились. Ну, потом, ну, потом стал чуть-чуть выпивать на выходных. Ну, ударил разок. Не, ну, а если так говорить, что такого? Мужчина работает, устает после работы и прикладывается немножечко к бутылочке алкогольного напитка, я сам этим грешу. Да вы понимаете. Может быть, не такая проблема серьезная, из-за чего стоит на всю страну приходить и жаловаться на это. Я-то и не против, просто сначала это были просто выходные, потом он стал покупать днем, потом стал с утра, стал ходить в запои. У нас тогда совсем не было денег, я думала, как бы, ну, смелый мой рай в шалаше, да, но, как бы, стерпится-слюбится. Вот, ну, мы остались вообще без хлеба. Он мне запрещал из квартиры выходить, ну, я тайком устроилась на подработку тогда, пока он как бы спал, если это так можно называть. Вот, стал хоть хлеб домой приносить. Ну, я тогда, помню, разговаривалась с коллегой, вечер был, расплакалась, все рассказала, вот, и пошла, пошла подавать документы на развод. Я не знала, что, может быть, жизнь лучше, терпела очень долго, я же и не против, чтобы муж выпилал, я готова для мужа все делать, но, но когда он бьет... Ну, не бывает все просто так, может, что-то произошло, какое-то событие в его жизни, и ты этого просто не заметила? Что-то же изменилось в нем, кроме алкоголя? Я не знаю, он, я почти не разговаривала с ним, когда он работал, он целыми днями пропадал, я не уверена. Ну, может быть, как говорят у нас в народе, если бьет, значит, любят. Ну, вы понимаете, я ходить не могла, мне приходилось в больницу обращаться, простите, очень сложная тема для меня, я не могу, это, понимаете, я не против, но, ну, алкоголь, ладно, но, но, я не могу с синяками ходить на работу, вы понимаете, я не смогла тогда стерпеть, я не чувствовала, что он меня любит. А новый муж, как с новым мужем дела? Намного, намного лучше, честно, пока мы притираемся, я пока не могу точно сказать, но я, наверное, счастлива. Ну, давайте узнаем у него поподробнее. Горох, выходите, пожалуйста. Привет. Присаживайтесь рядом со своей супругой. И расскажите о себе, пожалуйста. Ну, я думаю, всем уже известный я, я горох, как бы, был раньше послом, вот, решил, как бы, получить убежище в СССР, вот, теперь живу тут, со своей женой, с хейчей, вот, в принципе, все. А вы не боитесь, что она с вами из-за денег, ну, все-таки бывший посол, хорошая квартира? Ну, слушайте, она сама-то неплохо зарабатывает, так что, я думаю, что нет. У меня вопрос, скорее, к девушке имеется. Вот, рядом с вами сидит человек, который, как я помню, раньше был послом от США при посольстве США на территории СССР. Человек буквально в одночасье переоделся и стал гражданином СССР, отказался от гражданства США. Ну, то есть, по сути, является предателем своей родины. Можно ли жить спокойно с человеком, который так легко мог предать собственную страну и начать жить на другой? Может быть, он также может вас предать и во время вашей семейной жизни? Знаете, я надеюсь, что это не так. Я не могу ничего говорить. Хотя, знаете, я могу сделать заявление очень громкое, но, я думаю, это докажет мою верность как к родине, так и к гороху. Изначально я не хотела за него выходить, но Есенинский, светлый мой мир, заставил меня, сказал, что надо для работы, чтобы выведывать информацию из нашего посла. Ну, я плача согласилась. Я не хотела, я вообще не хотела. Я думала по любви. Но, понимаете, я пришла на программу, и когда я его увидела, это любовь, а он поменял своё гражданство, понимаете, ради меня. Я люблю его, я откинула все эти мысли. Я, конечно, верна своей работе, но горох для меня важнее. Это же любовь. Давайте дадим слово Дэй Даймонд. Это работница НКВД, касаемо всей ситуации. Не, ну я считаю то, что Хейча, у неё искренние чувства к гороху. Ну, вы сами видите, как она рассказывает, какой у неё голос. А вот насчёт бывшего её мужа, ну, у меня большие сомнения. Мы и до этого наблюдали его у себя в отделении, были на него дела, жалобы. Так что, мне кажется, нужно, чтобы они были вместе. Ну, давайте посмотрим квартиру Джоракса. И сейчас уже, правильнее сказать, горуха. Здравствуйте, я один из главных друзей героя данной передачи. И так как вчера он с бутылкой водки куда-то ушёл и всё ещё не вернулся, поэтому я буду вынужден показать вам его апартаменты, так как нередко тут бываю. Причём, в прихожей нас сразу встречает огромный шкаф, как раз-таки под бутылки, которые у него уже в немалом количестве скопились. И сразу же справа у нас кухня. Кухня. Почему сразу кухня? Потому что, чтобы сразу закусить. Пройдёмте-ка в главную комнату, где проходят все мероприятия горохка. Вот именно здесь, на этой кровати, вот на этих сидениях, стульчиках, проходят все главные мероприятия. Как видите, у него большая коллекция музыки для того, чтобы побухать. И есть даже свой собственный магнитофон. Справа от вас вы сейчас можете наблюдать не картину, а, к сожалению, стену, на которую горох наблевал за всё это время, пока он обухает. Это, по идее, душевая, но именно в конкретно этом месте горох был несколько раз замечен вот в таком положении. Вот. Не знаю, что он делал, но звуки были очень даже неприятные. Показывать нечего, всё, он уже пропил. Поэтому я с вами прощаюсь, до свидания. Так, ну вы могли увидеть... Так это что? Он шило на мыло променял? Это один пьяница, другой пьяница. Что же мы её сидим, жалеем, забыв своего мужа, если она все второго такого же нашла? Ну он же меня не бьёт, вы понимаете? Для меня это было важно. Я мужику не могу запретить пить. Это культура. Я, понимаете, он не бьёт меня, он меня любит. Вы думаете, что первый муж пьёт, 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 а потом пьёт, а этот что, бить не будет? Я не хочу терпеть боль. Он уволился с работы, работы нет. Я тут не считаю, я с ним живу сейчас. То есть, по-вашему расчаю. То есть, по-вашему расчаю, алкоголь, это культура. Я могу сказать, что это не запрещено законом. Вы извините, он блюёт в собственной квартире от того, что... А вы не пьёте, когда напиваете? У меня такой вопрос. А мы не напиваемся, если вам интересно. Я не пью, но я же не могу мужику запретить. Так, а что же вы жалуете тогда? Напьётся? Вы с ним сколько живёте? Он резко пьёт. Месяц, два? Откуда же вам знать, напьётся? Он будет бить вас или нет? Я хочу тоже спросить конкретно у Гороха, он же бывший Джоракс. Горох, как ты часто притрагиваешься к бутылке? Ну, знаете, видео это старое, так как раньше я был послом, вы понимаете, эта работа очень сложная, и мне после работы хотелось как бы, ну понимаете, хотелось. Я понимаю. Сейчас я уволю... Тихо там, нет. Ты подраться хочешь, что ли? Я уволю мужчину вчера. Посмотрите на него уже руки распускать лучше. Любит прикупить не только водочки, и за пивком ходит. Мне очень жаль, Хеич, очень жаль. Вот говорят, видят вас до сих пор около... Да я первый раз этого человека вижу. Кто это вообще такой? Да я бармен там, я бармен. Да откуда мне тебя знать? Я там не был ни разу. То есть вы говорите, что всё-таки не пьёте вообще? Да клевета, конечно. Сейчас я бросил сюда. Давайте послушаем бывшего мужа Хечи. Кубометрин, проходите, пожалуйста, в студию. Ты чё, мразь? Так, я тебе сейчас сам сломаю и нос, и руку, и всё, что у тебя, тхер, я тебе сломаю. Ну-ка сядь и сиди тихо. Давайте, пока вы успокаиваетесь, мы посмотрим рекламную ставку. АвтоВАЗ. Машина твоей мечты. Твой надёжный товарищ, который тебя выручит в любую минуту. Та, которой ты можешь довериться в любой момент времени. Наши машины собираются с применением самых современных технологий и любви наших сотрудников к своему делу. ВАЗ-2121 – инновационная модель, которая затмит все ваши потребности в автомобиле и предоставит непревзойдённый комфорт и гарантию безопасности. АвтоВАЗ. Новые горизонты. Стихотворение собственного сочинения названия «Дом». Огромный дом, где видел я тепло, пустеет на глазах. И даже кот, который видел всё, ушёл. И слёзы на глазах с того, где мы боролись с людским злом, строя утопию для будущих землян. Так быстро стал тем местом, что засеяли зерном потери той людской части всего себя. Ведь верил я, что главное – это любовь, которая исходит от меня. Но вот я встал, поставив чашку кофе, проснувшись рано поутру и по будильнику пастуков, я понял, понял, что скоро я умру. Так день и ночь мои проходят. Вернувшись поздно под луну, я без раздумий ложусь спать. И вот, к утру я мёртв. Режим убил меня. Нам нужно поставить его на несколько минут. Чё это вообще сейчас было нахуй такое, я не понял? Это реклама, я думал, это реклама пельмени какая-то была. Утро. Начинаем наше кулинарное шоу. Мы не будем сегодня готовить всякую дрянь, поэтому наше любимое и отвратительное бычье молоко нам ни к чему. Ага, к нам неожиданно в студии, пожалуй, бывший ведущий этого шоу. Ой, посмотрите мне, блин, ты посмотри, мне помощника тут притащили, а знаешь чё? Иди-ка ты это, приберись, блин, папочка на кухне. Так, а пока мы будем готовить нашу любимую фритату, тату-тату, фритату. Так, ну мы прервались на небольшую рекламную паузу, продолжаем. Браво. А, так, Купометрин, расскажите, пожалуйста, что произошло? Чё рассказывать-то? Ну, скучаю я, чё? Чё, ну там борщ сварить некому, я там голодаю целыми днями, он только... Водку никто не может сбегать, загонять цветы и купить. А это кто там так? А? Так, тихо-тихо, продолжаем. Дорогие телезрители, если у кого-то есть слово, вы говорите с места прямо. А чё говорить? По нему всё видно, только по жрачке скучает. Женщина ему нужна только, понятно для чего. Любовь где? Для любви женщина нужна. Для какой любви? Чтоб бочек готовила? Что же для вас такое любовь? Бить жену, это любовь? Не, ну, ну в смысле, нет. Так она меня била. Что ты говоришь? Да я, значит, любит. Купометрин, мы давно расстались, не поздай меня. В смысле, давно расстались? Развелись. Меркантильная. Как меркантильная? Это Купометрин, что ты себе позволяешь вообще? Ты свою эту квартиру видел? Девочки свои. Может быть, если бы ты её не бил и не бухал, как последний алкаш, тогда бы она с тобой осталась. И мы бы сейчас здесь не сидели. Тебе вообще не стыдно? Вся страна сейчас смотрит на тебя и будет показывать пальцем, и правильно будет показывать пальцем, когда увидят этого алкаша. У нас есть репортаж, как я понимаю, из квартиры этого человека. Да, давайте посмотрим. Посмотрите, как я жила до этого. Чем живем, чем богат. Тут вот я живу с этим, с Ефимкой своем, вот этой жабкой. Вот это вот Ефимка наш, мой Ефимка вот мой. Вот он один не бросил меня. Стекло эти, блядь. Хулиганы поэта полаамария никогда починить. Холодно, холодно. Зима, знаете? Зима, это холод. Я обычно в подвалах сплю. Отпуста, ничего нет. Ефим, ЕВЕЛ! ЕШИМ, ВЕРНИСЬ! Называйте спасатели, тут Ефим. Ефим, ВЕРНИСЬ! Ефим, нет, нет, Ефим, нет, нет. Не бросай меня, ты единственный, кто меня не бросил. Давай, хороший мальчик, давай, 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 давай. стресс стресс а вас не угостить спущенную унитаз еще я чего хотел сказать у меня у меня не гроша за душу нету только это водочка и и все не гроша нету вот бутылочкой спирт пиво просроченным тут понимаете унитаза нету приходится вот сюда вот он тут какая-то колбаска была но она уже видите немножко того сгнила все все жена кики мэра забрала а мне-то как жить самому ну вот вы видели товарищи этот человек убираться надо женщина женщина должна убираться я что должен убираться успокойтесь почему ужас потому что я тебе готовила стирала убирала все нервы потратила чтобы этот свинарник убрать каждый день у меня вопрос вот вы сказали что она у вас все забрала после развода многое она отсудила что вообще она забрала три магнитофона унитаза мне это больше там интересно складывается то есть получается это не ваш бытовой хаос который мы могли наблюдать а то что хэтча просто-напросто отняла у вас последняя в том числе это неправда я это клевета я прошу прощения вы верите этому алкашу сейчас он сидит трезвый ну я бы посомневалась но это неправда у нас почти ничего и не было тот унитаз тогда сломался почти он поди сам его и выкинул а то еще хуже пропил понимаете много времени прошло мы жили практически таких же условиях я постоянно прибирала а сейчас он вообще запустил как я погляжу но честно я даже знать не хочу что у него в жизни происходит и как сейчас выглядит его квартира я ничего общего с этим человеком имеет не буду у нас есть такая информация что кубометрин уже как несколько месяцев закодировался вроде как перестал пить как вы к этому относитесь я его не люблю я никогда не прощу я могу простить измену могу простить алкоголь но побои я не прощаю а я тебе и не изменял алкаш ты я не алкаш это ты водку покупал от ты меня спорил вот-вот кто говорит говорили нормальный визитки пьяный стоит я попрошу тишину и участников и зрителей значит что лично я сейчас вижу лично я вижу человека который действительно был когда-то на социальном дне действительно кто не грешен киньте в меня камень как было сказано в библии и когда-то этот человек был на дне сейчас какой у нас есть все справки этот человек трезвый он не пьет уже последние два месяца но в то же время рядом с ним мы видим достаточно стервозную и не контролирующую себя эмоционально с позволения сказать женщину которая у него отняла туалет лично я не понимаю почему я должен сейчас вставать на сторону этой гражданке я прошу прощения я могу объяснить вы можете поднять все ценные бумаги и увидеть что ничего я от него я не судила я не давайте мы не будем поднимать никакие бумаги я традиционно я просмотрим наше мнение соседей ну не образцовая конечно девчонка хорошенькая хорошая девушка милая красивая голос у меня замечательный но вот муженек ее это вообще это что с чем-то это какой-то бандит блин знаете что это вообще это вот в проеме с ним когда встречаешься вот это вот потом ходишь три дня блин плечо лечишь вот это бортует все время а знаете а вот тут бусырит блин харкает везде свои пустые вот эти вот из подводки бутылки вот эти свои мне вот сюда почтовый ящик складывает это вообще что такое беспредел куда управдом и смотрит а сколько руга не было я вот тут за стенкой живу думать у нас стены ого-го не все слышно все слышно даже телевизор перебивали мой который с гдр мне подарили это что он ее бил билды непощадно бил столько раз слышали господи боже мой это что происходит вообще но девчонка очень хорошая кстати потрясающая девушка не знаю вот хорошей жизни заслужила заслужила среди были конечно не очень ругались или курили перегаром несло за километр детей обижали вот не зря говорят любовь зла полюбишь и козла жених и иной так вообще дебошир крики драки оры постоянно девочка ну такая хорошая ну внученька просто загляденье а он ее и так и сяк драки маты дети бегают вообще плевать без разбору стелиться ой тить мадрить я бы их вообще выселила будь моя воля но девочка ну такая хорошая такая хорошая как она с ним конечно сошлась так но мы услышали мнению соседей и дальше защищать будете его генсек уважаемый таких-то слов доведели кто-то вообще один повесился другие там что сказать будет пить не будет будет или не будет пить на тоже провокации сначала их слушаете что ты водку все это пьешь свою вот зачем ты все время пьешь водку я пью а кто это непокойного есенинского были слухи что у вас с ним был так сказать рабочий роман это правда что вы говорите ну у меня и так эмоции это все ложь правда у нас была просто искренняя дружба он мой начальник для меня работа важнее всего я не смогла бы себе этого даже позволить вы понимаете это клевета чистой воды я не нечего сказать отказываюсь от комментариев мы девочку защищать должны от этого монстра а не нападать на нее люди посмотрите что вы говорите мы монстры мы звери нет мы советские граждане давайте девочку защитим мы сидим а судьи кто древностью лет свободной жизни их вражда непримирима суждение черпают из забытых газет времен очаковских и покорение крыма когда готовые к журбе появится песнь одну и ту же не замечая о себе что старе то хуже где укажите нам отечество отцы которых мы должны принять за образцы летели грабительством богаты защиту отсюда в друзьях нашли в родстве великолепные соорудия палаты где разливаются в пирах и мотостве я понимаю очень хороший стих но не понимаю как это оправдывает то что ты жену колотил свою постоянно можно я скажу сейчас хочешь они слухи еще слышно я скажу пожалуйста вот конечно чтение было неплохим я как главный редактор все-таки оценила но мне сейчас просто вспомнился момент из нашего прошлого когда я еще не получила образование журналистики в общем тогда от горя стала записывать стишки в блокнотик так он тогда в запое был он нашел и все порвал все порвал и сжег и побил тогда я сейчас я не могу я смотрю со слезами на глазах ты понимаешь там были стихи белые мигрантов я попрошу у вас нормально и представитель нквд можете пожалуйста разъяснить что вот подобному гражданину вот хелл самурай да глава нквд что подобному гражданину может грозить за его поведение ну как такого поведения на вообще не может быть допустимо я считаю поскольку данный человек привел монолог из произведения грибоедова то есть явный белый писатель и шипполитик который был министром и на работал министерстве на странных дел российской империи я считаю что такое недопустимо еще и привел это из книги диалог чадского и также если человек сообщает о том что у нас товарищ хитча имеет стихи белых иммигрантов также будет произведена проверка да не было такого ну подождите заявление кто-то написал ты заявление написала на то что он тебя бил я просто я ничего не писала я просто подала документы на развод я не хотела чтобы мое прошлое мое будущее омрачалось моим прошлым понимаете мне очень стыдно что сейчас все это всплывает я извините мне эмоции небось со справкой из школы вышел в тюрьму его так ладно студии у нас есть еще один гость давайте пожалуйста пригласим нашу тещу тещу точнее свекровь 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 что здесь присаживать нужно сезда а куда-то ко мне ко мне садись с ней не сяду с этой гулены не сяду ни в коем справа от меня садись и дочери знаете студия вот тут сказать хочу что вот слезы крокодиль ей льет а в тихом омуте черти водятся ты хитча расскажи людям как ребенка своего бросила что я впервые эту женщину да 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 давай говори посмотри на ребенка своего не узнаешь я да не узнаешь нет это не мой ребенок что за спектакль простите нет нет что бросила бросила младенцам в руки и плечи всех участников я призываю к спокойствию я понимаю момент эмоциональный но давайте все таки будем дальше слушать историю вот у меня есть вопрос к женщине я думаю я довольно громкий а вы пожалуйста товарищ нквд соблюдайте субординацию значит вопрос какой да у меня есть сейчас к маме вот этого человека то есть вы утверждаете что вот это ребенок является родным ребенком хэтчи который она когда-то бросила да да все верно это неправда поверьте мне прошу со мной говорят молчи а с кем девочка сейчас живет потише подожди со мной живет со мной живет я ее на пенсию одна ращу он ты дурак не помогает мне совсем уже спился из-за любви этой дурацкой а мне все одной вот на мои хрупкие плечи тогда вот вопрос есть а как вот вы вообще воспитали такого сына который бьет женщин который постоянно пьет нигде не работает и бросает собственных детей вы знаете образа куда я должен оставить с ней все нормально было да сначала вот все сначала нормально было а потом она куда ты этот все на работе задерживая знаете да он поздно приходили с кем да да вот такие вот буша лава не издевайтесь надо мной вот и запил дурак так работа одну как бы вообще я попрошу хочу сесть на ее прошлое место скажи пожалуйста как так получилось что вроде ты и в комсомоле и в пионерии было являешься главным редактором газеты правда и такой человек возглавляет так то такие мощные скажем так журналистские объединения но при этом бросает собственных детей это кто тебя так учил делать я как главный редактор газеты правда говорю только правду и говорю что я никогда не видела этого ребенка а давайте спросим гороха как он относится к бывшим детям своей нынешней жены да не это не мой ребенок гражданка гражданка мы спрашиваем гороха я вообще про это ничего не знаю мне самому вот интересно что то сейчас будет а если все-таки ее ребенок ты его примешь ну конечно потому что чужих детей не бывает правильно все верно молодец хорошо давайте посмотрим что я говорю правду студия студия тише тише я клянусь что говорю правду так вот прямо сейчас мы сделали тест днк у обоих участников взяли его этой девочки и у хэчи и у кубометрина зачитываю результаты исследования днк такой вот номер лаборатория анализ такой-то кто это такой-то вероятность материнства 0 процентов ты чья ты чья я бьешь ты бьешь ребенка в студии на всю страну это карлик какой-то это карлик это карлик какой-то я хочу выразить свое мнение как эксперт так тишина тишина в студии тишина в студии тишина кто хочет высказать свое мнение я где где кто я шестой эксперт макс понял макс давай я хочу сказать что это просто произвол это какую надо иметь наглость привести ребенка он маленький просто несовершеннолетнее дитя и такую травму наводить ребенку приводя на это чертов цирк и еще и лгать об этом просто клеветать хорошего человека ужас позор подлица позор 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 мне вообще интересно мне вообще интересно откуда ребенок взялся еще очки нацепил а да вот снова тишина в студии да скажите пожалуйста вот эта девочка это кто вообще такая да он мне привел сказал дочь его у меня тоже интересно это кто ты чё ты тоже не помнишь ни черта а не педофил ли я не пью я что так это серьезно по пьяни вообще не помнишь откуда ты взял ребенка я ее привел же когда пять лет назад она уже подросла ребенка тебе не стыдно понимаете какой сюр тут происходит он украл у кого-то ребенка я не прав я не крал ребенка давайте пожалуйста девочку выведем за кулисы этот разговор не для детей я попрошу представителей нквд немедленно сопроводить девочку за кулисы бедная девочка в тюрьму в тюрьму его а ты что ты все знала явно дома то с ним была видела не правда я я говорю я этого ребенка вижу впервые да чё ты заливаешь это правда я клянусь да кому ты врешь слушай ты сама пила со мной вместе сама заводка ходила заводочкой сходить кубы мерен заводочкой сходить нет на свои деньги покупала ну тебе не стыдно пожалуйста не позорь меня но я бы кстати задумалась на тебя больше ее не опозорить естественно сама наверняка мне уже пьет нет я вот смотрю у нас знаете мужчина может пить студия студия я попрошу студию к порядку хэтча скажите пожалуйста употребляете ли вы алкогольные напитки нет сто процентов нет в рюмочной всегда прошу только безалкогольные соки это правда то есть в рюмочную уходим все у нас же есть да вот получается бармен рюмочной да только с Весенинским один раз было шалава подождите я с экспертом говорю вот эта гражданка она ходит к вам в рюмочную бывает но она не заказывает алкоголь никогда никогда пьет только соки угу хорошая девочка может быть у наших экспертов есть какое-то решение для нашего кубометрина может быть вы сможете отдать его на лечение а в тюрьму его надо ну что так радикально каждый человек еще может исправиться честно я не верю в это всех их надо на плац чтоб подметали пол у нас правительные работы может вот это дела конечно но он же меня бил вот именно ты меня била первая это самооборона была бьет значит любит это ненормально я не понимаю что вот так ты зачем меня била я тебя не била хватит клеветать пожалуйста с заводкой ходила сама на деньги свои потому что ты просила била меня сама а деньги были у меня потому что ты не приносишь денег в дом не приносила так я все понимаю значит я думаю что мы можем подводить какие-то итоги ко всей этой ситуации как было написано у Жан Люка Бердияра в замечательной французской прозаической книжке Роза Красна не существует чужих детей все дети на свете это чьи-то дети но не всегда у этих детей есть родители поэтому я считаю мудро а как же родина мать так секунду не перебивайте я вам вообще-то культурное несу просвещение значит у каждого есть родители дети но не у каждого ребенка есть родители поэтому все дети чужими не бывают и всех детей надо любить да ну в рамках законодательства естественно вот а алкоголь бич нашего общества я вот лично всегда говорю что нет лучше зависимости чем зависимость от спорта и от упорного труда поэтому уже сейчас правительство в данную секунду принимает новый законопроект по которому у нас будут на каждой улице стоять и спортивные какие-то инвертори и различные секции куда вот подобных алкашей подобную мразь мы будем отправлять на перевоспитание спасибо правильно правильно молодцы ура 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 смотрите нас на нашем первом канале а вот этого гражданина и вот эту гражданку немедленно под стражу естественно запрещение из-за избиения женщину а ребенка ребенка куда ну будь внимательнее со своим новым мужем мы отдадим в детдом макс ребенку жизнь испортили я знала что вы поймете так значит проходим за нами так выходу проходим медленно в шаренге проходим к выходу левый или правый дорога а теперь все могут забрать свои вещи в сундуках ведро 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 тебя никита хочет видеть вот да да слушай я так тебе скажу мне кажется уже так сказать это ну пора тебе расти потому что дк это как-то слишком мелковато тебе нужно отстроить останкинскую останкинскую телебашню и сделать там нормальную студию где собственно все это будем показывать займемся займемся конечно будет есть такое в планах будем развивать наше шоу будем заряжать телевизоры наших товарищей да никита очень рад вас видеть товарищ генеральный секретарь очень польщен воочию с вами встретиться я главный редактор газеты голос пролетариата вот очень хотелось бы показать вам наше сооружение как у нас быт устроен все таки вы нас наградой наградили очень благодарны вам ну давайте почему бы нет отлично пойдемте у нас полина пока дел никаких нету только вот обход пару зданий и в принципе все скажем так костяная рука готова мне пока ничего не говорили об этом я узнаю обязательно товарищ генеральный секретарь как у вас настроение настроение прекрасное и не может быть и другого когда идешь по своему любимому октябрьску вы знаете я с вами согласен советском союзе мне кажется иначе не может быть ведь у нас и небо голубее и земля зеленее ну точнее трава благодарим за визит и внимание спасибо что к нам пришли мы не те кто подло скрывается а те что освещают грехи генсека приветствуем в нашем цеху не дадим прорваться сферу врагу все идем вместе в социализм собираем в стране много творческих лиц никита юрьевич наш сильный вождь спасибо за ваши труды ваш голос пролетариата пишем кому важны ой ой как красиво спасибо большое в общем товарищ генеральный секретарь хотел вам показать наше здание можете обратить внимание на то что оно у нас небольшое у нас нету ничего лишнего то есть ну не такое по размерам как сами понимаете вот у нас недавно погибло наше животное пушинка вот мы сделали ей памятник к сожалению такие печальные моменты тоже бывают но я думаю на грустном подождите у вас написано что пушинка якобы жила 453 года вы знаете пушинка это было какое-то мифическое существо наверное в наших сердцах потому что мы не хотим ее отпускать поэтому мы решили продлить ей жизнь хотя бы в цифрах по факту это было несколько дней все я сама не уходила гулять не та самая которая по всему городу ходила нет которая скреблась и выходила сама да и приходила это она это она просто мы ее подобрали так вот здесь можно записаться на прием если мы пройдем вот сюда поближе ну да можете взглянуть как бы все сделано по ГОСТу как бы иначе быть не может сами понимаете у вас ошибка только в слове адрес или я что-то неправильно понял ну кто-то кто-то видимо подшутит решил над нами ну ясно а то вроде как голос пролетариата а две с на конце да ну нет вы что никита юрьевич ни за что такого не может быть здесь у нас самый главный холл самый главный вход есть архивная вам можем показать естественно но для обычного люда это место закрытое понимаю все выпуски да ваши газеты да да архив здесь если если выйдем то здесь у нас библиотека а также ну чтобы не забывать для чего мы живем мы каждое утро каждый день и перед написанием каждой статьи читаем каждый каждую табличку вот вопрос у меня есть все таки газета правда это всенародная газета они довольно имеют сдержанный так сказать язык в своей газете вот вот чем вы отличаетесь от газеты правда никита юрьевич мы кто ваш основной основной ваш читатель наш основной читатель это советский гражданин это человек из советского союза мы все делаем только для наших людей для рабочего класса для нашего государства мы пишем только правду как бы сами понимаете пишем вот вы сами читали статью как бы можете понимать но нет я понимаю просто вы не думали может объединиться с правдой как-то вы знаете я не хочу ни на кого наговаривать или что-то подобное но у нас менее либеральные взгляды то есть допустим а вот то есть вы более консервативная газета мы не совсем консервативная газета мы газета советского союза такая какой она должна быть интересно надо будет поговорить с хэтчей на эту тему так ну показывайте дальше да основная работа у нас происходит здесь на втором этаже тут мало места у нас можно зайти здесь в редакцию здесь происходит наша работа также можно здесь увидеть орден который мы как раз таки получили вот я его вообще надел на грудь теперь с ним хожу и грамоту которой мы очень гордимся здесь у нас рабочие места скромные столики как бы у нас мы придерживаемся концепции и считаем что советскому журналисту не нужно ничего кроме стола кресла и ручки и бумаги ну вы в суровых условиях трудитесь правда конечно помпезнее скажем так помещение так вот и нас тоже это удивляет на самом деле Никита Юрьевич потому что это какие-то излишки государство и так нам дает все что нужно мы живем в прекрасных условиях и работаем тоже мы благодарны нашему государству а где ваше столовое что-то вот такое есть или нет у нас нету столовой у нас нету столовой мы ходим кушать соседние столовые вот здесь у нас находится зал совещаний переговорная наша везде также есть лик нашего Владимира Ильича Ленина правда сейчас все немножечко изменилось после ну сами понимаете такого взрыва если можно так сказать не совсем понимаю о чем речь ну это я в переносном смысле в общем взрыв я имею ввиду это ваше посещение потому что мы судорожно готовились все меняли переставляли но в итоге пришли к изначальному варианту потому что решили что нам не нужно кого-то из себя строить и нужно показать нас такими какие мы есть также я бы хотел вам показать наш спецвыпуск о Есенинском некролог возможно вы захотите почитать да обязательно вот я понимаю что у вас немного времени у нас много всего есть но мы не будем все показывать и стихи мы запустили новый журнал это со стихотворениями наших советских граждан обычных так ну стихи точно времени читать нету а ну хорошо и нету что-то не вижу я некролог как называется гп спецвыпуск 3 также вам наверное будет интересно а как же у нас нет туалета у вас нет туалета ну вот здание вы не видели вот тут только балкон есть но вы сами понимаете что это негуманно тоже верно и где же ваш туалет а он у нас снаружи можем вам его показать как раз таки продемонстрировать но тут создался интересный момент в том что в туалете мы обнаружили какое-то странное закулисье о котором как раз таки в нашей статье будет написано то ли это какие-то разработки и россказни американцев то ли это что-то другое мы не знаем но мы боимся туда спускаться так я ничего не боюсь вылез так 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 Никита Юрьевич вы будьте осторожнее пожалуйста что вы так искуете да вроде место странное но будто какие-то комнаты ну да тут что-то непонятное это пока что нашему уму непостижимо ну одним словом туалет но НКВД возьмет это место под свою разработку да обязательно возьмите кстати хотелось бы упомянуть что мы довольно тесно всегда общаемся с НКВД и очень благодарны им за их работу все-таки это наши блюстители закона защитники без которых не было бы нашего государства как и без вас спасибо большое ну хорошо трудитесь уважаю спасибо за комплимент так а как выйти то отсюда я думаю в этом и ловушка потому что теперь сложно выйти а или вот подпрыгивайте сейчас товарищ генеральный секретарь все решит так еще поставьте подную ступеньку вот сюда и сюда Никита Вечерин так о а сейчас прикол будет бля не работает ну-ка стоп туда их Никита Юрьевич можно ваш на пару слов так да идемте думаю вы заметили вот этот инцидент со всеобщей смертью да и стали известны подробности так вы задали нам увеличить так сказать бомбу заняться костяной рукой и то что произошло это взрывная волна от нашего оружия не понял когда бомба взрывается от нее идет взрывная волна несмотря на то что это было очень далеко как видите она достала даже до нашего Октябрьска да с самой Сибири взрывная волна дошла а ну хорошо хорошо я вам скажу погибли даже люди с божественными силами настолько сильная взрывная волна была шалость удалась шалость удалась ну шалость как вам сказать переборщили шалости ученые да очень сильно переборщили вот таких вещей надо построить еще больше а нет сегодня точно нет нужно очень далеко найти какую-то территорию чтобы так сказать наши мирные жители не пострадали их животные их записки и прочее их карты да так понял так полина ну вот к вам человек обратиться хочет слушаю Никита Юрьевич сейчас пройдет церемония прощания с товарищем Есенинским это закрытое согласованное мероприятие и будут только будет только самый близкий круг мы прощаемся с Есенинским там где он завещал у березки рядом со зданием нашего издательства понял ну давайте пойдем Никита Юрьевич а можно уточнить как вам по итогу наша газета очень хорошая в очень суровых условиях вы трудитесь я бы даже сказал что вам просто жизненно необходимо как-то немножко облагородить свое помещение сделать туалет внутри столовую мы подумаем благодарим вас мы собрались здесь чтобы проводить нашего любимого товарища Есенинского в последний путь он оставил нам множество теплых воспоминаний которые навсегда останутся в наших сердцах то как внезапно он появился в городе и как ярко первый раз выступил на небольшой деревянной сцене он всегда притягивал людей своей способностью войти в положение благодаря ему даже старые враги находили общий язык нам будет не хватать его доброго сердца я вспоминаю как мы вместе начали возводить наше издательство словно это было вчера мы разговаривали о прошлом думая о светлом будущем у нас было множество планов какие-то мы смогли воплотить в жизнь какие-то не успели пусть наша любовь и поддержка сопровождают Есенинского в его последней поездке поездки на тот свет его душа и искренность навсегда останутся жить в наших сердцах Есенинский Есенинский я думала ты никогда не умрешь а если умрешь то я успею подготовиться но я не успела моя душа скорбита тебе я потеряла не только начальника я потеряла лучшего друга покойся с миром милый прости нас всех живых желающие могут высказаться мы все здесь собрались ради одного блистательного человека и я обращусь сейчас прямо к нему дорогой Есенинский я помню все твои письма до одного и обещаю хранить их вечно твоя смерть что мы осуждаем это огромная потеря для нас всех я знаю сейчас ты меня слышишь и я желаю тебе вечного покоя так ребят ну не время для грусти да Есенинский вот я знал Есенинского много лет и что я знал о Есенинском прежде всего что он любил веселиться и я бы думаю что Есенинский никогда бы в жизни не хотел чтобы все собрались и грустили вокруг него понимаете да что вы плачете я не понимаю у вас сердце есть вообще вы ужас это я прописал этот спецвыпуск это я должен лежать в этом гробу Есенинский вставайте Есенинский так если вы нахулиганили может я тоже выскажусь Есенинский а будет вечеринка дайте я выскажусь пожалуйста если все наговорились вплению или счастью но я стал свидетелем непосредственно произошедшего потому что находился с ним буквально через стеночку видя его через окошко и как бы грустно это не было я счастлив что Есенинский не застал всего происходящего сейчас потому что Есенинский был человеком творческой души его естество просто летело над всеми нами и творило создавая новые шедевры вечная память бесконечному художнику который смотрит на нас да но возможно он бы конечно тут не лежал бы если кто-то умел бы держать его убил режим свое естество в своих штанах и руководить НКВД да Никита Юрьевич а еще может он не лежал бы если бы кому-то просто разрешили жениться и дальше исполнять свои обязанности тебе сказали ты человек государственной важности ты вышел замуж за шпионку Никита Юрьевич она не шпионка я не шпионка да я по лицу вижу что шпионка Есенинский еще остыть не успел а вы тут собачитесь Никита Юрьевич я вам напомню что вы в НКВД набрали людей которые даже не представляют что такое закон и не то что знать о них обвиняют людей просто так я даже не хочу обсуждать я попрошу немедленно в новый выпуск голос пролетариата и правда рассказать какой Митрий Юрьевич устроил скандал на похоронах Есенинского и что по сути он устроил из грустного мероприятия еще большую трагедию я хочу допомните пожалуйста что некоторый Никита Юрьевич во время похорон решил вставить свои пять копеек и сказать токсичную гадость мне кажется сейчас эти сыры не кстати никакого токсичной гадости не было был ли только был только язык не было да фактов это единственно с моей стороны звучали не факты прошу может вам в рюмочную подождите не скверняйте мне сказать нечего все елочка Никита Юрьевич держите вам подарок чисто по-человечески я подарки от людей которые все с шпионом выкладывать не принимаю о подарки хел самурай палку в руку и давай сейчас я ему камень ножницы бумаги покажу так ну так что сейчас у нас почти все готово может президент США не хочет встретиться случайно что-то обсудить я понимаю к чему вы идете но вы хотите сразу туда ну если все готово я считал его поэтому это метафора короче покажите ему что нельзя так общаться у нас на территории Советского Союза эх тяжело одно меня успокаивает сумасшедшее творение архитектора легата вот интересно если я сейчас туда зайду смогу ли я сам подняться по лестнице и отойти до самого верха бля слушайте а не так уж и сложно нормально живы но это все вот безумный ум легата слушайте ну по пожарной лестнице нормально вроде добираюсь ебать Никита Юрьевич так 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 я вас никак поймать не могу в общем нас делегация штатов вызывает на границу сейчас вот я газетку прочту и к ним явлюсь бля как обратно то здесь зайти легата ну приходится это делать самому неприятно ой не 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 19 страниц извините я читать не буду вот про Есенинского так в минусные дни скоропостижно скончался поэт и журналист Есенинский наш коллега по новостному делу его тело было обнаружено в камере временного содержания номер 6 с явными признаками нанесения себе ущерба несовместимого с жизнью сотрудники газеты правда до сих пор не могут смириться с произошедшим буквально на глазах одного из них произошло прощание с жизнью ничего кроме боли и криков на нас он не смог дать нам в качестве комментария к сожалению почему он не позвал на помощь нам узнать не удалось но журналы под его редакции будут с нами жить всегда в качестве книг на полках правды некоторые утверждают что видели как он убегал в закат в порванных одеждах приговаривая что он больше не будет работать здесь показывая на издательство правда может это аллюзия а может так и было был ли он врагом или другом каждый может сделать для себя вывод сам поскольку конкретных доводов от НКВД не было однако присутствовали слухи о том что после освобождения он сбежал в США почти минуты молчания нашего коллегу а также Лису Пушинку которая недавно скончалась от боли бля умер главный поэт и главный редактор бля национальной газеты некролог и ниже а также Лису Пушинку которая недавно да поебать всем на какую-то ебаную Лису Пушинку ну со всем уважением блядь погиб главный поэт Советского Союза так а теперь поговорим о фактах наш главный редактор Микопис не единже наблюдал тесное общение Есенинского с американцами что наводит на определенные доводы помимо этого он видел то как однажды посол из Америки буквально попросил поэта не публиковать выпуск газеты поскольку по его мнению там поручилась честь США журналист послушно выполнил просьбу неужели для поэта США было дороже прородины ситуация с правдой примор пример прямой пример пренебрежение с задачами советского редактора чтобы не быть голосом мы объяснили реальность секретарь поручил НКВД освободить поэта а самому писателю выпустить срочную статью о правдивой ситуации с Дмитрием Юрьевичем однако журналист пренебрег слава им вождя отказался дальнейшую историю вы знаете блять точно кстати говоря также хочется отметить что каждый гражданин видел шикарнейшее знание издательства правды надеемся и верим что бюджет никто не разворовывал но наши блюстители закона конечно же в прямом порядке все проверят тем временем помощница поэта позволила себе при генсеке забирать слово нашего работника Яна который пытался показать готовую статью которую правда не выпустила в отличии от нас газета явно разнилась в публикациях идейного лидера в которой даже присутствовали антисоветские настроения сейчас НКВД активно следит за действуемыми надеясь что наши коллеги обратятся к здравому смыслу и мы больше не увидим плененных словьев письменного дела и нам не придется который раз говорить что при горячем сердце должен быть холодный разум ведь иногда все не так однозначно как кажется наша задача донести народу глубокую так я понял слушайте а не плохая газета задача донести народу глубокую иногда больную правду а не поверхностную сладость лжи но жизнь идет узда правления перешла хечи теперь она стала ответственной за правду мы ее поздравляем теперь на ее плечи ляжет ответственность за редакцию различных газет и сводок надеемся что работа наших изделий правда и голос пролетариата все так же будет идти в добром русле и мы сможем быть коллегами несмотря на то что мы предоставляем разные новостные дома по скриптум от вражин очистим землю нашу огнем испепелим мы их грехи мы пустили кожу жаб поганых девицам красным все на сапоги лукавый враг меня не заговорит змея к ноге не подползет мой конь как вепрь дикой воет моя земля никто не отберет московский типограф кола 2941 Никита Юрьевич восстановитесь возьмите пожалуйста да распорядите пожалуйста могилу Есенинского перевести подальше от города вот в пригород при захоронении устроить ночью ну да чтобы народ не видел не волновался так точно все таки человек так или иначе ослушался генерального приказа так точно и сделайте могилу безымянной чтобы не было паломничества так Полина я готов к встрече но уважите поэта да блять поэт на самом деле ситуация ты какая была я ему объяснил ситуацию вот я к нему тогда приходил я ему пояснил ситуацию пояснил ситуацию я ему сказал перепечатайте газету правда он же вот все забыли почему Есенинский наложил на себя руки вот я просто вам напомню потому что ебать здравствуйте 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 Я так понимаю, вы плохо стали понимать английский язык? Да вроде как. Нормально это что такое? А, пис. Я не хочу пока. У нас есть проблем. Так, ну проблем есть всегда у всех. Very, very, very big problem. Один из наших пилотов-бомбардировщиков, в общем, он захватил самолет с ядерным вооружением и сейчас направляется в вашу сторону. Он отключил все средства связи, все средства коммуникации на борту и просто пытается совершить диверсию, чтобы началась просто какая-то непонятная, просто чудовищная ошибка. Так, это очень плохо. Нам надо что-то с этим делать, потому что наши люди, и я в том числе, никто не хочет ядерного конфликта. Как вы видите, флаги выставили, таблички написали. Блин, но вы флаги, конечно, выставили вовремя. Есть еще одна big problem, как говорите вы. Вот problem. Подождите, с ним точно никак не связаться? Нельзя отменить, чтобы он ничего не вез? Мы пробовали связаться, мы пробовали отправлять самолеты-перехватчики, мы пробовали через космическую связь, никак не получается. Проблема вся в том, что я и не могу приказать его сбить. У нас никто не работает сейчас. Сегодня траур, умер Есенинский. Не, оно есть, но просто оно не рабочее. Никто не будет сейчас, ну, сбивать его. Вся страна отдыхает. Ну и в трауре находится. И что нам тогда делать? Ну это очень плохо. А насколько он куда летит именно? Вот он может на северный город куда-то летит, или прямо вот в Октябрьск? Он летит прямо в Октябрьск. Это очень плохо, потому что у нас есть система костяной руки. Что это? Ну это означает, что если хотя бы одна бомба сейчас упадет на Октябрьск, то с нашей территории выпустится 10 тысяч боеголовок во все стороны планеты. Не только в США, но и в Октябрьск. Проблема в том, что у нас примерно похоже есть вооружение. И более того, у нас есть специальные роботы, которые доставляют все эти боеголовки. Так, товарищ президент. Ребята, вы не видели здесь утку? Ты что, Саша, я сколько раз говорил о НПО? Она начиненная ядерным топливом и зарядами. Это пиздец, господа. Мы спиздили везде ядерные заряды. Мы нашли по всей планете ядерные заряды. Стоп, стоп, стоп. Она, блядь, сбежала. Можешь заново? Заново. Еще раз, пожалуйста. Мы за минуту до ядерного апокалипсиса. Что сейчас происходит? По порядку. Твердо и четко. Твердо и четко. Мы спиздили у всех вас ядерные боеголовки. Затолкали их в одну маленькую утку. И она бегает где-то здесь. Как вы могли ядерное топливо украсть? У нас они под охраной находились. Я тоже не понимаю. У нас все было защищено. Ну, я откуда знаю. Никого нигде не было. Все на мужское и женское ходили. И вы в это время украли все ядерное топливо из СССР и США? Ну да. Все. Все до единого. И засунули в маленькую утку. Но она где-то здесь как шухой-то. Я не знаю где. То есть, с минуты на минуту, я если правильно понимаю, это ДАК может взорваться? Не обязательно. Ну, если она начинена всеми нуклеобомбс? Ну, так бывает, да. Ну, не обязательно. Вот, например, у вас в США когда-то потеряли с самолетом бомбу тоже. Это где-то там. Так, ты можешь мне сказать, ядерный апокалипсис сейчас грозит всей планете или нет? Эмммм... Давайте-ка скажу, что нет, и мы все будем типа танцевать, да? Нет, нет, ты... А если серьезно? Да, 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 ты ответ серьезно. А если серьезно, но вероятность маленькая, но есть. Такая маленькая. Насколько маленькая вероятность? Ну, вот если кто-то найдет эту утку и прибьет, тогда да, хреново. А в процентном соотношении? Ну, ты что, совсем что ли? У вас что за образование в Штатах? Он же сказал, что если найдут и прибьют утку, тогда точно конец. Но людей довольно много, как с вашей стороны, так и с нашей стороны. То есть могут найти любой, как говорится, пьяница или бомж. Так, Полина, немедленно скажи, чтобы немедленно, прямо сейчас, начали готовить закон, по которому вообще уток никаких нахуй нигде трогать нельзя. Убезем. Она как-то выглядит по-особенному, это утка. Уже кровли соответствующе. Ну, она белая. Это проблема. И все? Никаких особых примет? А может быть я не видел курицу, а не утку? Наверное, это курица. Я не разбираюсь, я дальтоник. Да нет, это курица или утка? Это очень важный момент. Ну, значит, наверное, курица. У нас здесь курицы только. Да, я не разбираюсь. Я говорю, я дальтоник. Так, значит, и на всякий случай, и уток тоже пусть будут, курица и уток, чтобы вообще не трогали, не выращивали, и всех, которые видели, не трогали вообще. Хорошо, хорошо. У меня есть маленький question. Что будет, если она снесет яйцо? Будет маленький ядерный заряд. Не очень сильный. Нормально. Да нормально. Ну, что тебе 100 блоков? Ну, там 50 на 50 блоков взорвется. Я не знаю. Ну, такой, маленький, слабенький. Так, ладно, я возвращаюсь, наверное, к себе. А вы к себе. Товарищ президент, я думаю, что это то, что не должна знать общественность ни в коем случае. Я с вами согласен. Но законы выпустить надо. Увидимся с вами в следующий раз. Присовывать русские тоже нельзя. Факин дакс. Ну, главное, чтобы не было... Ебачить такое. Там нет счастья. Там едят дети. Дальше только капиталистический ад. Товарищ, одумайся. Так я не понимаю, в США-то здесь или не здесь? Миру мир. А, понял, США там. Все, я понял. Так, ну, получается, ну, самолет, все. Без ядерных бомб, все хорошо. Очередная победа. Всех победили. Пророк Сенвай. Ну, на этом мы заканчиваем наш основной сезон. Теперь только по пятницам. Финал, конечно, мощь. Ну, слушайте, ребята. Пророк Сенвай. Во-первых, как бы, это же еще не финал. Это финал сезона. Заделан на будущее. Это раз. А два? Так-то в пятницу мы продолжим. Но я думаю, что уже ближе к концу января, когда будет этот самый, ну, уже реально закрытие сезона, то уже будет более полноценная концовка. Ну, я честно скажу, я просто заебался конкретно сейчас от Майнер. Поэтому он переходит на раз в неделю сейчас. Вот. И если к концу января появится что-то по-нормальному закончить, то закончим. Ну, чтобы не заканчивать на полусловие. Все. На сегодня заканчиваем. Вот. Увидимся с вами завтра на Киноуке. Всем спасибо. Всем пока.